Добрый вечер! У нас есть прекрасная возможность посмотреть, что происходит там онлайн, благодаря камерам наблюдения. Кстати, внизу при выезде со стороны улицы Мечникова недавно произошла авария, опять же, перед выездом на бассейн. Но этот проблематичный Гордеев узел саксаганского шелковичной леси украинки и Мечникова там, как всегда, достаточно тесно, хотя пробки на Бессарабке, в общем-то, не наблюдается. Крещатик достаточно сильно загружен со стороны Бессарабки в сторону Европейской площади в обратном направлении, пробка буквально на два квартала, примерно от Хмельницкого, ну, максимум от Провезной. Далее Европейская площадь. В основном все есть транспорт, движется вниз в сторону Подола. Но нас, допустим, интересует улица Грушевского. Опять же, есть наши глаза в режиме онлайн. Давайте посмотрим на камеру на улице Грушевского, как она едет в данный момент. Как видим, на светофоре эта камера возле Верховной Рады. Транспорт скампливается, но в обратном направлении в сторону Арсенальной более-менее свободно. Еще одна сильная пробка была буквально минут 15 назад по Парковой аллее, но в 5 часов там переключается реверсивное движение только вниз. Соответственно, пробочка более-менее рассосалась. Как? Так это или иначе? Давайте опять же взглянем на камеры наблюдения. Как двигается Парковая дорога? Естественно, в данное время только в сторону станции метро Днепр. Как видим, машины едут достаточно спокойно, не может не радовать, но все-таки перед оскольдовой могилой скопление этих машин наблюдается. Но более проблематичное место это снизу, выезд со стороны Парковой дороги к станции метро Днепр. Там произошла авария, насколько нам известно, но более точно об этом знает наш корреспондент Сергей Адаренко. Сергей, какая ситуация в районе станции метро Днепр? Затруднен ли проезд по набережному шоссе и выезд на Мосметро? Витаю, Максим, витаю, дорогие глядачи. Справді, за мою спиною вам одразу стає видна ця картина, де з Паркової алеї на цій розв'язи вже, власне, на шоссе. Дуже великий серйозний потік автомобилів. І всі вони ледве рухаються до мосту метро. Там ситуація також незрозуміла. Машини объезжають щось біля опори мосту метро, виходу на станцію метро. Всі повертають з одного ряду. Там припаркований автомобіль. І, зрештою, він ускладнює рух. Тут серйозний затор. Але бачимо, що на самому полотні моста автомобілі вже починають рухатися досить впевнено. Ми також бачили ці, навіть, дві аварії, які нам показувала інтернет-мапа. Але цих аварій ми вже тут не зустріли. І машини ледве рухаються. І, власне, кількість цих, які рухаються з сторони по долу, також поступово збільшується. Тож, ситуація тут на шоссе досить і досить серйозна. Між мостами метрою, мостом Патона. Тож, шановні водії, якщо у вас є важливість, обирайте інші маршрути. Максим, що там у тебе? Я сподіваюся, що немає таких перепон у ефірі. Проспекту Бандера більш-менее свободна. Ксати, сам Барварський проспект уже за станцією метро Днепр тоже свободна. Не існуємо мост метро, хоча, як завжди, загружен. У нас бульвар дружби народів. І, якщо є можливість, ми посмотрим на камеру там. І южний мост також більш-менш нормальний проєзд. Так що, в принципі, понедельник приносить нам якісь определенні неприятності, але більш-менш спокоен. Ми з вами продолжаємо следити за событиями. Вместе. До следующого выпуска. Счастливо! Дякую!